Несмотря на многочасовой перелёт и бессонную ночь, на пресс-конференции Владислав Косарев бодр и весел. Много шутит, а о любимой музыке может говорить бесконечно. В категорию «любимая» попадает классика и проверенная временем советская эстрада. Чтобы не говорили о том времени, артист уверен, такие композиторы, как Пахмутова, Островский, Мартынов, создавали настоящие шедевры. Но та музыка, как теперь уже я и не только я, все мы понимаем, она была гениальной. Музыка эстрадная, лёгкая, за которую того же Магомаева страшно ругали, когда он впервые спел в 62-м году, что ли, «Королеву красоты». Её даже запрещали какое-то время. Но оказалось, что это по сравнению с тем, что иногда звучит сейчас, это оказалось просто классика. Этот артист умеет держать зал. Владислав Косарев любит своих слушателей, а публика любит его. Критики отмечают не только уникальный по красоте голос, но и великолепный актёрский талант. Сегодня Владислав Косарев много гастролирует по стране. Зимой старается обязательно выбраться с концертами в Сибирь. Публика, она везде одинаковая. Если происходящее на сцене затрагивает сердце зрителя, если они видят, что перед ними интересный, яркий, неравнодушный артист, то люди, вне зависимости от темперамента, от часового пояса, они откликаются. Но это не только моё мнение. Вот почему-то в Сибири я встречал больше оптимистов. Владислав Косарев в Хакасии уже выступал в прошлом году. С симфоническим оркестром Республиканской филармонии, можно сказать, подружились. Концерт с романтичным названием «Что-то сердце растревожилось» состоится завтра, а музыканты уже строят творческие планы на будущий год. Следующей зимой Владислав Косарев планирует порадовать абаканских слушателей шедеврами классики зарубежной эстрады. Олеся Калиниченко, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия. Но музыка, которая нас окружает в быту, она, к сожалению, классики имеет мало.